Привет, Бодибит! Меня зовут Никита Шиков, я трехкратный чемпион РДС, Запад. Занимаюсь дрифтингом с 2008 года, я немножко завис, с 2008 года, то есть, в принципе, со времен основания дрифтинга чемпионата уже по дрифтингу в западной части России. Как вы знаете, в этом сезоне я выступаю на Toyota GT86, выбор этой машины совершенно не случайно у меня. Дело в том, что когда ты занимаешься дрифтингом профессионально, и когда ты видишь в этом смысл своей жизни, очень важна машина, на которой ты выступаешь. Нужно ее любить, нужно ее хотеть, нужно ее понимать, нужно стараться сделать ее такой, какой ты хочешь. Ну, то есть, не просто инструмент для достижения заноса, а именно часть своей души вложить, часть себя. Поэтому здесь у меня, лично для меня, очень важный момент является некой такой, ну, типа, индивидуализации, условно говоря, не попсы. Когда я начинал дрифтить на Алтезе, этот кузов был совершенно непопулярен среди дрифтеров, там было пару машин, потому что она считалась тяжелой, маломощной, ну, как бы, спасал ее только свап, тогда им не заморачивались. В итоге, в 2011 году, в конце года, в пелетоне РДС Запад, в одном только, насчитывалось порядка девяти Алтез или десяти, не говоря уже по всей России, то есть, эта машина просто стала массовой, такой же, как Ниссан Сильвия. Для меня этот момент всегда был немножко такой, ну, тонкий, мне хотелось ездить на чем-то, условно, на чем-то особенном. Понятно, что мы не говорим о каких-то супер, там, невероятных машинах. Платформы стандартные, но хотя бы не замыленные. Когда я увидел впервые GT86 в 2012 году, ее тизеры, еще до официальной премьеры, и особенно, когда Эйми Ура сделал свой вот этот знаменитый обвес Rocket Bunny и выложил в сеть смоделированные на компьютере фотки, ну, реально я влюбился. То есть, это у меня был такой следующий шаг, то есть, вот щелчок для того, чтобы построить всю свою дальнейшую идею, задачу на то, чтобы реализовать, на то, чтобы получить, купить и построить, ну, типа, одну из лучших GT86 в мире. Этот путь был непростым, очень долгим, у меня нет возможностей, и не было это купить, это вот так вот, щелчком пальца, просто сказать, где и чего. Поэтому путь этот был долгий и занял у меня 2012-2013, ну, и по большому счету 2013 год. Вот три года из шести лет, которые я занимаюсь дрифтингом профессионально, я занимаю, ну, типа, я шел к этой GT-хе. Когда мы ее купили, купили мы ее, там, больше, чем год назад, там, почти полтора, там, не полтора, ну, там, чуть больше, чуть меньше, чем полтора. Мы сразу отвезли ее в одну из лучших мастерских по подготовке машин для дрифта, именно, именно, моторспорт, такой конкретный моторспорт. А HGK Racing, это контора, которая находится в Латвии, в Риге, и поставили задачу и мы, и они сделать машину совершенно на другого уровня. Особенность ее в том, что платформа довольно-таки новая, несмотря на то, что она уже не первый год выпускается, несмотря на то, что огромное количество в мире дрифтеров, ну, не огромное, окей, ну, довольно немалое количество дрифтеров на ней ездит. Если посмотреть внимательно, обратить внимание на какую-то статистику, на какие-то, быть более детально, детально это изучить вопрос, то GT86, в принципе, особо никогда не вставали на подиум. Поэтому говорить о том, что этот кузов понятен, это будет в корне неверно. То есть, даже для тех, кто уже на ней не первый год ездит, у них много вопросов по подвеске, по настройке, по мотору, по балансировке и так далее, и так далее. Это очень важно. Если бы я хотел просто результат, вот, простой банальный результат, как можно больше подиумов, как можно больше кубков и все, я бы остался либо на Алтезе и за эти годы все, и так к ней привыкнув, уже за те годы, которые ездил, за последний год еще более привыкнув, вкатился бы в нее, на эти все бюджеты бы построил себе самую там безумную Алтезу и ездил бы и в Гусне-Ду. Или Сильвию, ту же самую платформу, которая, которая понятна, которую, в принципе, несложно построить, несложно подготовить. Понятно решение, понятно, куда двигаться, что нужно сделать, чтобы она поехала быстро и так далее, и так далее. Я бы выбрал такой путь, но так как, как я уже вначале сказал, что этот путь не совсем меня привлекает, мне нравится такой вызов, мне нравится даже вызов сам себе. На тот момент, когда я ее купил и начал готовить, это была по большому счету первая GT86 в России. То есть сейчас на Дальнем Востоке ребята уже подготовили раньше, чем я, но на тот момент у меня было первое объявление о покупке такой машины в России, в моих соцсетях, когда еще мы ее только подготовили, взяли под проект. Почему именно GT еще дополнительно? Потому что я много ездил и езжу на стандартных GT86, мне очень нравится, мне комфортно, мне нравится управляемость, мне нравится шасси, мне нравится внешний вид. Ну, в общем, тачка, к которой я влюблен, я о которой могу говорить бесконечно. И, в общем, этот процесс постройки, он был очень долгий, но я надеюсь, что вы уже увидели ее вживую, ну, в смысле фотографии, конечный результат. Это еще не конечный результат, я называю ее version 0, это пока вот первый, конечный, но первый шаг, конечно, машина будет дорабатываться, модернизироваться со временем. Ну, вот пока вот так, в общем, вот такая история. Как в этом были, в простоквашенном мультике, я был злой, потому что у меня велосипеда не было. Так и я, я особо никуда не ездил, потому что у меня машины нормальной не было. Поэтому сейчас, когда она есть, я очень хочу посетить максимальное количество мероприятий, естественно, это РДС. А также я хочу поехать в европейские дрифт-серии, в чемпионат Восточной Европы, в Drift All Stars. Может быть, будут какие-то, не может быть, а будут какие-то дополнительные проекты, которые мы будем снимать с машиной. Какие-то скоростные дрифт-дрифт, какие-то необычные места, может быть, дороги, на которых еще никто ничего не делал. Именно красивые проектные видео. В общем, планов много. Конечно, да, нынешняя экономическая ситуация, она очень сложная, она оказывает влияние на все аспекты нашей жизни и очень оказывает сильно на маркетинг. И, соответственно, маркетинг – это и есть те самые спонсоры, которые помогают спортсменам в достижении их результатов, которые помогают во всем мире. Абсолютно нормально, весь автоспорт держится на спонсорстве. И, конечно, да, сейчас в этот период всем очень сложно, но я ставлю большие планы перед собой. Надеюсь, что у меня все получится в существительном. Многие ребята пишут, вот я потенциально чувствую, что я готов, что я могу, что у меня получится. Вот, ну, мне просто, ну, я дран, у меня нет денег и все. Ну, то есть, где мне найти спонсорство? Не, ребята, чудес, к сожалению, не бывает или, может быть, к счастью. Они бывают, но они чудеса – это такие в этом случае, такие тщательно продуманные, проработанные шаги и целая работа, которая идет. Для того, чтобы любая компания, любой спонсор, любой потенциальный партнер в тебя поверил и понял, что он может вложиться в тебя деньгами, что он может представлять, что ты можешь быть послом его продукта, неважно, что он производит, энергетические напитки или трели, или что-все, что угодно, парилки, неважно. А он должен, ты должен уже показать какой-то результат, ты должен прийти и сказать, ребята, у меня есть вот такой-то результат, вот такой-то результат, вот такой-то результат. Я готов улучшить его, но мне не хватает средств, ну, мне нужно дальше двигаться, мне нужна мощная тачка, мне нужно больше резины и так далее, и так далее. Ты должен быть медийным, ты должен уже иметь какую-то историю за собой. Нельзя просто получить спонсорство на одном желании, ну, такого не будет, вы сами себя поставьте на место, вы вложите, учитывая, допустим, производя какой-то продукт, у человека, который говорит, ну, я, типа, в теории смогу, а если не сможешь, а если не получится, у тебя, вот в тебя вложат кучу бабок, просто, ну, к сожалению, в России так часто бывало, когда это все через знакомых, все, потенциальный дрифтер, да, в него вкладываются какие-то там средства, и из-за этого у человека нет непонимания не то, как дрифтить, а даже, что нужно для этого сделать, как машину подготовить и так далее. Поэтому, ну, из этого всего и ходил негатив только один, ну, у спонсоров, которые не получали результата, получали только траты, траты, суммы, 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 а никакого развития бренда в качестве демонстрации автоспорта, они уходили в жесткий негатив, и такие сарафанные радио среди, там, владельцев этой компании не распространялись, и, в общем, так, с опаской смотрели на вот эти все дрифтовые движения, так, был такой период. Поэтому для того, чтобы получить, нужен результат. Я, когда ко мне пришел Рудбул и сказал, парень, мы готовы с тобой работать, я уже на тот момент был двукратным чемпионом, вице-чемпионом Формулы Дрифта, вице-чемпионом РДС, и у меня было огромное количество фолловеров и людей, и я уже имел поддержку при часовом тогда, и у нас была сильная команда, то есть спорт, мы, в общем, доводили кучу движений, и Рудбул писал меня, как спортсмена, уже просто делал следующий шаг. Нужно с чего-то начать, ребят, нужно. Я начал с того, что, вы это можете увидеть в фильме, я начал с того, что собирал покрышки по вашим монтажам, бэушные, после работы, работая простым менеджером по продаже новых автомобилей, вот сам, поэтому, как бы, нужно стремиться и работать для того, чтобы что-то добиться. Мы, когда с командой уже поняли, что у нас будет GT86, что мы начали ее строить, начали делать ее на совершенно другом уровне относительно всех тех машин, которые были, мы однозначно поняли, что, ну, там, доверять кому-то ее обслуживанию, где-то там хранение и так далее, мы не будем, мы должны определиться с тем местом, где у нас будет базироваться гоночная команда, мы выросли, нам пора уже делать что-то самим. И, сняв ангар, мы изначально вообще планировали исключительно использовать его для гоночных целей, хранения резины, машины, обслуживания ее. Но потом, так получилось, что вся команда, она использует, имеет большой опыт в автомобильном, не то, что бизнесе, а в автомобилях, то есть там, запчасти, обслуживание, ремонт, подготовка к спорту. И мы решили, почему бы нам не помочь другим и не делать это качественно и хорошо, и так, как бы мы хотели, чтобы делать в нашей машине. И теперь можем пригласить и гостей в ангар, и клиентов, и можем подготовить машины для спорта. Вот сейчас у нас там есть несколько проектов в работе, текущее обслуживание и так далее, и так далее. Но, естественно, основная идея ангара, это место хранения, место стоянки Rocket Bull и дислоцирование нашей команды. И все круто, я рад, что развивается, я рад, что приезжают люди, приезжаете вы, и берете интервью, и смотрите, и интересуетесь, пишете, мне безумно приятно. Значит, наверное, мы делаем правильно. Я узнал о проекте BodyBeat в 2010 году, нарвавшись на какую-то статью, там, по-моему, где-то. То ли ВКонтакте, то ли просто на статью. Ну, короче, это был какой-то совершенно далекий-далекий год, и мне очень понравился стиль ведения сайта, мне очень понравилось то, как вы подаете информацию, вообще все, как вы это делаете. Я узнал, что, оказывается, проект 2007 года, в 2010-м там было очень-очень, ну, очень мало людей, там, в серии, могу ошибаться, но мне кажется, какая-то цифра из серии, там, 300 человек в группе максимум, в ВКонтакте тогда. То есть, ну, довольно-таки такой был местечковый ресурс. Сейчас мы переросли в довольно серьезную организацию, которая устраивает какие-то фесты, которые на слуху, на сцене, не только дрифтовые, но и, ну, вообще, там, типа, на автомобильной культуре, правильной автомобильной культуре России. Поэтому могу пожелать только развиваться дальше, могу пожелать только новых проектов, новых идей. Мы всегда вас читаем, мы вас поддерживаем, вы крутые, не отпускайте газ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok